Самара Без Границ Самара Без Границ Самара Без Границ Самара Без Границ Вот коллеги, журналисты очень часто говорят о том, что доступны для инвалидов. Вот это вот ошибка большая по той причине, что доступность нужна не для инвалидов, вернее, не только для них. А вот даже эти пандусы, скаты, они очень, скажем так, необходимы, нужны людям самых разных категорий. Мамы с колясками, бабушки, дедушки пожилые, люди на велосипедах, люди на роликах, люди на скейтах, просто путешественник, который взял сумку на колесах. Да, я могу сказать по своему опыту, вот когда путешествовал в другие города, такие же недоступные, как Самара, а в России таких большинство на самом деле, ну просто вот даже с двумя сумками, но это физически очень тяжело. И понятное дело, что доступность это не только пандусы и скаты, это и лифты, это и доступный транспорт общественный. И да, у нас есть низкопольный транспорт, спасибо там администрации, спасибо правительству, он закупается. Но без припогнятых посадочных площадок, например, он бесполезен практически. Немножко это облегчает и так далее. Естественно, там в других странах с этим проблем нет уже. Я очень верю, я вижу какие-то шаги, которые идут к этому, но опять же самое главное, нам нужно думать всем нам, телезрителям, чиновникам, журналистам и так далее, о том, что доступность это не про инвалидов, не только про них, это вообще про всех. Все когда-нибудь состарятся, все могут там родить ребенка, взять коляску и поехать с ним гулять. Доступность вообще для всех. Абсолютно. Катерина, как ты оцениваешь вот эту доступность в нашем городе? Сталкивалась ли ты с какими-то проблемами, о которых хочется сказать? Конечно, да, я с ними сталкиваюсь каждый день, я довольно активный житель города, и каждый день я выхожу из дома, сажу свой автомобиль, сама его веду и передвигаюсь по этому городу. Я могу так сказать, что больше всего комфорта я испытываю именно внутри своего автомобиля, вот, потому что начинается проблема от парковок, да, то есть припарковать свой автомобиль где бы то ни было, это очень большая сложность, хотя сейчас очень много внимания этому уделяется, но, к сожалению, не всегда ради нас, вот, иногда это ради каких-то заработков, ну, разные бывают ситуации. Просто передвигаться на собственной коляске по городу далеко не уедешь, потому что бордюрчики, ямки, они всегда очень травмоопасны. И еще хочется сказать, что большую опасность всегда чувствуешь, ну, как это ни странно, от людей, которые, с одной стороны... А я только хотела спросить наивные, помогают ли? Да, к сожалению, помогают, могу сказать вот таким образом. Ну, почему? Потому что люди не спрашивают, как помочь, они действительно просто хотят это сделать и стремятся как можно быстрее это сделать. А именно из-за того, что не спрашивают, как, бывают различные ситуации, когда это бывает даже травмоопасно. Вот, поэтому иногда... Давай совет сейчас тем, кто хочет помочь. Спросите, просто подойдите. Что могу сделать, да? Во-первых, нужно подойти, чтобы человека видели глазами, а не сзади, как обычно это бывает, просто бывают случаи, когда просто подлетают, хватают за ручки, и в этот момент можно просто выпасть из коляски, к сожалению. Вот, люди после этого осторожно относятся, не хотят вообще больше помогать никогда, но, тем не менее, совет всегда только один. Если у вас действительно появилась в душе потребность что-либо сделать для человека с инвалидностью, будь то он с нарушением зрения, с нарушением слуха или на коляске, просто подойдите, посмотрите ему в глаза и спросите, что он может сделать для вас. Отлично. Сергей, ну я знаю, что ты танцами занимаешься не просто так. У тебя есть целый проект, который направлен как раз-таки на взаимодействие людей с инвалидностью и людей, кто любит танцы. Вот как ты к этому-то пришел? Я понимаю, что танцы бальные хорошо, а вот эта ветвь, так скажем, сложная ведь, непростая. Да, это правда непросто, и для нас это был гигантский шаг вперед для бального сообщества. Раньше мы, пожалуй, только развлекались, но некоторое время назад в диалогах с друзьями возникла идея о том, чтобы адаптировать формат бала для самых разных гостей, чтобы показать не только культурную тусовку, но и социальную пользу от того, что круг танца объединяет. И неважно, сколько тебе лет, неважно, как ты перемещаешься, неважно, какие трудности преодолеваешь, но бау, он для каждого. И это стало таким неклассным девизом. Бау – праздник для каждого. Мы провели первый инклюзивный бау, и после него прошла еще целая серия. Сейчас мы готовим очередной праздник в декабре 2016 года. Очень скоро начнутся занятия. С тех пор в Самаре была создана ЦЭВ-студия инклюзивного танца, осваивающая уже новые жанры, как самостоятельная организация. Мы привезли инклюзивные бау из нашего города в другие регионы. Эта практика уже начинает развиваться в ЦЭН-центре. Был пример, то есть, получается, с вас как-то сперва проходится в таких... Да, как было в древности сказано, делай, бросай воду, кругами пойдет. К счастью, кругами идет. И я надеюсь, мы сможем дальше развивать эту волну, сможем делать новые праздники, привлекать новую аудиторию, привлекать гостей с инвалидностью, привлекать волонтеров, привлекать хореографов. И тогда, конечно, их бальное движение и инклюзивная идея будет только расти и развиваться. У нас есть видео. Давайте мы сейчас, как говорится, нашим зрителям покажем этот самый инклюзивный бал, как происходит. Катерина, ну ты тоже, я так понимаю, принимаешь участие. Сложно было согласиться на этот авантюрный проект, мне кажется. Это ведь силы, это ведь моральные какие-то такие должны быть вещи, достаточно серьезные. Вы знаете, я так скажу, до инвалидности я в 17 лет профессионально занималась танцами. И когда всех по коляску меня звали танцевать, мне предлагали именно спортивные бальные танцы, что мне в принципе не нравилось. Я не представляла, что может быть что-то иное, какие-то другие направления. Когда меня позвали на инклюзивный бал, это был самый первый бал в Самаре в декабре 2014 года, я к этому отнеслась как к некому эксперименту. Мне было интересно, что такое я еще не танцевала в своей жизни. И вот, собственно, Сергей Булдарев не даст соврать, после балла подошла к нему и сказала, теперь вот меня просто так не отделаетесь. Не отделаетесь, Сережа, вот видишь, какие отзывы хорошие. Собственно, про студию, про которую Сергей проговорил, Самарская студия инклюзивного танца, я являюсь ее художественным руководителем. И, собственно, сейчас мы основной целью как раз таки видим, на что мы способны, какие мы можем освоить танцевальное направление. И вот баллы это стали, ну, стал таким, ну, неким отдельным проектом, который ни с чем нельзя сравнить, в принципе, ни с одним направлением, ни с каким-то, ни с конкурсами, ни с фестивалями, ни с выступлением. Нас часто просят, давайте вы баллом выступите на концерте. Мы с большим трудом пытаемся пояснить, что это невозможно. Балл это совершенно... Это атмосфера, непосредственно, да, свое мероприятие, которое имеет свою атмосферу, свои роли какие-то, да, ну, это вот такая для нас... Сергей, ты тоже танцуешь? Я не танцую, но, безусловно, как... Пора привлекать, мне кажется. Я считаю, что учредитель и член инклюзивного блога добровольцев стоял у Истоков вместе с Алексеем Транцевым. Ну, насколько вообще история инклюзивных балов, это то, что Алексей Транцев, руководитель ИКД, и Сергей придумали эту идею. Алексей занимался административными организационными делами, Сергей занимался привлечением людей без инвалидности, потому что, естественно, на, как минимум, на первом балу они, ну, им приходилось вести, ну, как, в принципе, наверное, и сейчас. Вот, да, ну, к счастью, у нас, по-моему, дам на колясках больше, чем молодых людей на колясках, и вообще, в принципе, с разными формами инвалидности. Поэтому, как бы, ну, это вполне нормально и естественно. То есть причину взвалили на себя, я так понимаю. Ну, это вполне естественно, да, Сергей, не дашь соврать. Роли должны быть, да, как в жизни, так и на балу. Конечно, я бы даже добавил, что для гостей-волонтеров без инвалидности это был огромный тренинг личностного роста, пожалуй, начиная с решимости подать руку в танцы и прийти, сделать шаг. Навстречу, продолжая самой хореографией, поскольку все привычные бальные каноны пришлось адаптировать сильно. И я встречал отзывы, когда ребята-волонтеры делились впечатлением, что они признавались, хотели иногда даже уйти, убежать, потому что это тяжело, очень тяжело для них, но они остались. И когда прошли бал, прошли этот тренинг, то внутри себя открыли что-то новое, поняв, что мы не только компания, не только развлечение, как много лет было на балах в нашем городе раньше, теперь мы еще и мощный социальный инструмент, который призван показать сообществу, показать городу, региону, стране, что возможен такой праздник, что все можно адаптировать, что, посмею сравнить, универсальный дизайн, это не только про здание, инфраструктуру, но и про праздники, про общение, про круг танцев, в конце концов. Ну, стираются, да, вот эти все границы? Конечно, границы у нас в головах, пожалуй. И вот, пожалуй, мне кажется, это вот самая главная мысль, к которой сталкивается, наверное, очень много людей, и вы, наверное, работая в каких-то таких направлениях, блоки, которые стоят здесь в головах, они зачастую мешают быть счастливым отчасти, наверное, да? С твоего позволения добавлю немножко, да? Конечно, конечно. А у нас иногда вот русские люди приезжают в другую страну, идут по улице и видят, и потом пишут там в интернете, или говорят, что что за город коллег, куда я приехал, одни инвалиды везде на улице ходят. Ну, на самом деле, у нас их столько же, это их не меньше и не больше, просто они дома сидят. Они сидят у себя там в квартирах, в домах, где-нибудь в специальных учреждениях типа пансионатов, а по улицам они не ходят. В других странах они живут так же, как и мы, ходят на работу, ездят на доступном общественном транспорте или на личных машинах. У них доступные офисы, куда они поднимаются на лифтах. Некоторые работают даже на производстве, то есть там это все адаптировано. А и там человек на коляске, человек с тросточкой, человек с лавовым аппаратом, да, с палкой, не воспринимается, как инородное тело. Там на него смотрят, ну, так же, как просто любого. Есть блондины, есть бельнеты, да, есть люди в очках, есть люди, я не знаю, там, какие еще есть. Цветом кожи различаются. Цветом кожи, да, есть люди с темной кожей, да, есть люди на коляске, есть люди, там, с канатками, с костылями. Люди так не телятся, да? Не так говорить. Да, да, как бы человек и человек. И именно поэтому, тут проблема как бы с двух сторон. Ну, она как бы, это замыкается. С одной стороны, пока нет безбалерной следы, люди на колясках не будут выходить на улицы, люди с палочками не будут выходить на улицы и так далее. Но, с другой стороны, пока люди на колясках и с палочками не будут ходить по улицам, чиновники будут делать безбалерную следу для галочки, обычные люди будут возмущаться таким большим количеством парковок для инвалидов. К сожалению, да. Я тут тоже могла бы продолжить и добавить, как раз таки, учитывая, что я являюсь представителем той категории, которая может сидеть дома и не выходить из-за доступной среды, могу сказать, что это очень частые отмазки. Потому что, действительно, все в наших головах, и если человек хочет жить, его ничто не остановит. Я, по крайней мере... Никакие ступеньки, никакие трудности. Никакие ступеньки, ничего. По крайней мере, я, когда начала об этом задумываться, что в городе ничего не происходит, шел такой этап обозления на весь мир, смысл был в чем? Я начала понимать, что нужно начинать с себя. И передвигаясь по городу, если было где-то что-то недоступно, я перебарывала себя, заходила и говорила об этом или писала. То есть я этим занимаюсь теперь постоянно. Зайдя на почту, столкнулась с какой-то трудностью, я не буду об этом молчать. Естественно, я не буду предъявлять никаких претензий. Я просто с улыбкой прошу жалобную книгу и пишу предложение с указанием номера телефона и говорю о том, что я с удовольствием подскажу, если что-то будут какие-то вопросы. Получаю благодарные письма, да, и как бы очень часто сталкиваюсь с тем, что мне говорят спасибо, что вы это написали, потому что мы даже не задумывались. И однажды я пришла в бассейн, у них был пандус, но он был очень скользкий. Мне стоило об этом сказать, опять-таки, с улыбкой, не с претензией, а с улыбкой просто попросить о том, что мне было бы комфортно, да и другим вашим клиентам в том числе, если бы он был не таким скользким. Через неделю там лежал резиновый коврик. Это настолько элементарные вещи. Это проблема пары слов, да, пары минут, пожалуй. Это именно проблема отношения самих людей с инвалидностью к миру. Просто зачастую бывает настолько человек озлоблен, и он действительно страдает, да, и находится вот в этом своем, в своей боли настолько глубоко, что он воспринимает этот мир как огромного врага. Один сплошной враг. Он дворок с такими врагами, мне кажется, вот себе. Вот здесь самое главное, да, я говорю, ничего нет волшебнее такого инструмента, как улыбка. Вот он творит просто чудеса, и где бы человек ни появлялся, все начнет открываться. Да, друзья, сегодня, напомню, мы говорим о том, что Самара действительно становится потихоньку, как сказал, может быть, Сергей, на 30%, ну, хоть чуть-чуть развивается, становится без границ. Я вот знаю, что Катерина занялась такой интересной деятельностью, организовал кабинет реабилитации. Для кого он? Я знаю, что там не только физическая помощь. Там есть еще помощь такая, моральная поддержка и прочие какие-то такие наставления. Как это возникло? Ну, смотрите, он вообще возник и открылся в мае 2014 года. Он уже существует вот два с половиной года. Изначально я в этот кабинет вложила все то, что мне когда-то самой не хватало. В плане реабилитации, в плане того, что я задавала вопросы, не находила на них ответы, я не знала, куда пойти, оказавшись в такой трудной жизненной ситуации. У нас действительно не было ни специалистов, ни психологов, ни реабилитологов, кто могли бы мне с этим помочь. Просто, ну, смысл один. С тобой случилась беда, ты идешь домой, дома, ну, ты нужен только своим родным. Спасибо моим друзьям, моему окружению, которые дали мне понять, что как бы ничего не изменилось, ты такая же, как и есть. Но, тем не менее, мне стало не хватать того, что я понимала, что надо что-то делать. Не сидеть просто. Да, не просто так я оказалась в этой ситуации, наверное, я как-то могу это изменить. Поэтому, познакомившись с реабилитологом, который у меня сейчас работает, Владимир, у него оказалась жена, тоже колясочница, и он начал с реабилитации ее самой, позже получил образование. И мы организовали кабинет изначально именно физический, где он занимался с ребятами с инвалидностью, с разными формами, лечебной физкультурой. Позже мы начали понимать, что параллельно начинают возникать потребности в покупке каких-то технических средств реабилитации, что мы с удовольствием тоже начали консультировать, приобретать для них психологическая помощь. Ну, то есть, понимаете, как бы был костяк, на который вот началось... Накрутилось, накрутилось. Закрутилось, да. И вот сейчас уже мы дошли до такого понимания, что слово реабилитация не равно инвалида, да, что реабилитация, она бывает как психологическая, эмоциональная. А физическая, следовательно, если говорить про студию инклюзивного танца, это все туда же, это танцевальная реабилитация. А если говорить о людях без инвалидности, любой человек может сломать руку или ногу. То есть, что угодно может произойти, конечно. Да, кто-то занимается спортом и постоянно сталкивается с тем, что у него там искривление спины, болит спина, там болят конечности. И теперь мы понимаем, что мы просто можем быть полезны каждому. То есть, накапливая с каждым днем, с каждым годом какой-то опыт в этом плане, мы начинаем понимать, что вот то слово инклюзия, почему-то сейчас оно очень модно только относительно образования, инклюзивное образование. Мы вот с каждым днем понимаем, что инклюзия это просто про жизнь, это просто про общество, про все. Друзья, у нас остается буквально несколько минуточек. Сергей, расскажи, где вас найти, как с вами связаться, если кто-то сейчас смотрит, может быть, хочет. Да, к нам нетрудно попасть, и, конечно, главный центр информации и социальные сети можно найти сообщество Самарской студии инклюзивного танца, можно найти сообщество Самарского инклюзивного бала, можно найти сообщество бального движения империя, можно в конце концов найти наши странички и просто написать привет, как включиться в инклюзивный бал. Мы будем рады подсказать, и я бы хотел сделать акцент, важно именно познакомиться вначале, чтобы трезво и прозрачно оценить, как именно будет комфортно подружиться и взаимодействовать. Здесь мы научены самым разным опытом общения со самыми разными гостями, и потому просим настоятельно сперва с нами познакомиться хотя бы виртуально. В конце концов, номера телефонов тоже в интернете совершенно легко сейчас найти. Подготовка к балу уже скоро начнется, а занятия в студии инклюзивного танца и не заканчивались, они продолжаются. Праздник состоится у нас в начале декабря, поэтому уже сейчас в октябре мы приглашаем гостей, приглашаем волонтеров, хореографов, гостей с инвалидностью, и предлагаем познакомиться и подружиться, и тогда верим, что вместе создадим красивый праздник. Ну а если вдруг какие-то возникнут у вас трудности, друзья, найти ребят, мы в своей официальной группе, группе телеканала Самара ГИС, все контакты выложим, ищите, обращайтесь и, конечно же, следите за тем, что происходит. Не будьте равнодушными, ведь инклюзия, как сказала Катерина, это действительно целая жизнь, это, мне кажется, образ жизни. Пора к этому стремиться. Ну а вам желаю хорошего настроения, спасибо большое, что пришли, успехов вам в ваших проектах и Сергею в новых каких-то проектах, о которых, может быть, он нам расскажет уже потом, когда придет. Ну а вам хорошего настроения, до встречи, спасибо, что были с нами.